Эфир первого Приднестровского телеканала продолжает программа Вопрос дня в студии Ольга Гаврилова и Лидия Солкуцан, здравствуйте Вопрос дня сейчас идет и на волнах Радио 1, и на волнах Радио 1+, так что если нет возможности нас смотреть, можно нас слушать И так совпало, что представитель этой важной радиостанции сегодня у нас в гостях Валентина Демидова Здравствуйте Так что у нас есть возможность и слышать Валентину Демидову, и видеть Уникальная возможность, кстати, и слышать, и видеть Валентину И вторая наша гостья это Татьяна Яськова, председатель агентства регионального развития Приднестровья Здравствуйте Здравствуйте Ну а говорить сегодня будем о радио, о кино и о Приднестровье Тема передачи возникла не случайно Сегодня у нас международный день радио, всемирный день радио и день рождения кинокамеры, которую братья Люмьеры создали более 100 лет назад 124 года, по-моему, если я не ошибаюсь, сегодня Почему мы решили совместить Приднестровье в последнее время, оно стало таким центром притяжения для режиссеров Иностранных режиссеров, как российских, так и европейских Не всегда мы согласны с тем, как Приднестровье позиционируют в некоторых фильмах, да, но об этом мы поговорим немножечко попозже Но прежде всего, Валентина, мы хотим вас поздравить с праздником Спасибо большое Вы были уже на телевидении? Да, была, была несколько раз С чем мы отличаемся от радио? Надо стоять ровненько, надо перед этим накраситься, серьезно накраситься, привести полностью себя в порядок Ну, естественно, радио ты тоже себя приводишь в порядок, но в любом случае здесь, конечно, картинка важна Это раз, во-вторых, где-то записи, а у нас, по большей части, в прямом эфире, мы этим гордимся Это здорово, прямой эфир это здорово, это всегда драйв, это интерес, и у тебя нет права на ошибку, и это тебя, конечно, заводит Ты должен готовиться, ты должен, ну, да, в этом отличие большое В чем-то легче, в чем-то сложнее, да? Да, да, в чем-то легче, ну, как и во всей работе Ну, да, мы сейчас не день телевидения сегодня, поэтому, да, как работают в телевидении, рассказывать не будем Татьяна у нас тоже частые гости Вот интересно, радио или телевидение? Или может быть кинематограф? И все так смотрят на татьяне Я думаю, что телевидение, мы просто чаще с вами общаемся, и на самом деле, ваш опыт нам тоже интересен Мы уже договорились, заедемо обменяться контактами, да Я думаю, что все средства массовой информации хороши, в любом случае, потому что они несут информативную нагрузку, информативный посыл Это такое большое средство коммуникации, не зря средства массовой информации, все виды средств массовой информации относят к так называемой четвертой власти Потому что это та сфера, которая, то направление, та власть, которая может воздействовать, влиять на представления, на взгляды общественно-политические, социально-экономические населения Поэтому это большая власть, это сила, и ей нужно очень корректно распоряжаться Валентина, как отмечали день радио сегодня? Коллега сказала, слушай, надо что сказать в эфире по этому поводу В первую очередь, конечно, это эфир, это самое главное, независимо у тебя праздник или не праздник, ты работаешь для людей, и ты говоришь об этом в эфире Но если честно сказать, то, конечно, для нас родной праздник, и тот, который мы по-настоящему отмечаем с коллегами, это все-таки 7 мая Это Александр Попов наш родной, поэтому все-таки мы ждем мая Такого, чтобы нас поздравляли, и родные коллеги знали, что это наш профессиональный праздник А это, конечно, больше всемирный, тоже приятно, но все-таки 7 мая ближе Кстати, многие иностранцы, когда приезжают к нам в республику, именно вот едут в такси, да, и знакомство с Приднестровьем начинают именно слушая радио А потом, кстати, идут к вам в агентство, Татьяна, чтобы узнать, что здесь, как и так далее Вот недавно к нам приезжала журналистка в Швеции Анна Эбборн, она снимала фильм о Приднестровье Приходилось ли вам с ней общаться? Была ли она у вас? Не приходилось, нет, ее у нас не было, но были ее другие коллеги А хотелось бы вам с ней пообщаться? Я думаю, что да, с учетом того продукта, который был произведен Анной, я думаю, что и вопросы, соответственно, и ее профессиональные И личного характера, они, возможно, были бы нестандартного характера Да, у них другие вопросы, да, они задают много вопросов, связанных с нашим видением, государственности, наличие конфликта, жизни, уровня жизни, взглядов, видений и так далее Изучают все стороны Да, изучают, и это, в принципе, неплохо, что они спрашивают, возможно, лучше они спросят у нас Хотя, опять же, нужно слушать разные стороны Ну, чтобы понять, о чем речь, немножечко введем в курс дела Режиссер из Швеции Анна Эберн сняла документальный фильм в Каменском районе Актерами выступили обычные ребята, как говорит режиссер Она их нашла ночью на автозаправке, случайно встретила, и вот они согласились у нее посниматься Фильма самого, как такового, в интернете еще нет Есть трейлер Просмотрев только трейлер, да, то есть небольшой отрывок, уже создается впечатление, что Анна увидела Приднестровье, как некий осколок Советского Союза Где ничего не развивается, где ребята живут своими какими-то только интересами Злоупотребляют, скажем так, алгорными напитками Желаниями уехать, да Ну, вот такую сторону она показала Не совсем лицеприятную сторону Не совсем лицеприятную Да, вот Татьяна, все ли иностранцы нас так воспринимают? Вы уже упомянули о том, что приезжают и с научными изысканиями, да, то есть чтобы побольше узнать, со всех сторон изучить, да А вот большая часть иностранцев, туристов Я думаю, что большая часть все-таки позитивно относится, лояльно относится, возможно, к Приднестровью И вот мы выделяем, мы ведем такую внутреннюю статистику в нашем туристическом информационном центре И спрашиваем всегда про цель визита Безусловно, не все отвечают, но некоторые отвечают, что да, мы ведем блог Или мы журналисты, или мы фотографы, или мы исследователи И вот здесь, в зависимости от того, что является предметом и целью их исследования, конечно, можно предположить результаты, или конечный продукт Есть научные сотрудники, аспиранты, магистранты, которые изучают непризнанные государства, их феномен И они проводят встречи на уровне органов государственной власти, на уровне экономических агентов и просто граждан, да Другие приезжают посмотреть неизведанные страны, да, вот в качестве туристов То есть это есть travel-журналистика, так называется, направление Или они ведут личные блоги, и они пишут о своих путешествиях, и они рассказывают И тогда им интересны необычные места, необычные люди и вот неизведанные тропы Вот мы пока в большей степени относимся к тому туристическому региону, который, да, можно отнести к неизведанным И это привлекает очень многих туристов побывать там, где еще многие не были Мы получили недавно письмо от одного из туристов, который побывал прошлым летом у нас в инфоцентре И в конце декабря, в начале года пришло письмо от него с такой пометкой, где на стикере, обычном стикере он написал Что я не мог поверить, что какую статью я видел о Террасполемендерах в своем любимом еженедельном журнале И вот я вам отрываю, что вы действительно видели, что это такое Здесь небольшая статья, журнал называется The Week неделя Это американский журнал еженедельный и там есть подразделение путешествий И вот в этом отделе про путешествия написана небольшая статья про Приднестровье, которая переписана, то есть это не первое издание Из канадского издания, в котором писал тоже путешественник И он свои ощущения, свое мнение писал о Приднестровье Что написал? В принципе, неплохо отзывается, что я побывал в Приднестровье Это узкая полоска земли, граничащая с Молдовой, которая сформировалась, по мнению автора, как один из результатов холодной войны Коротко, а ретроспектива, такие есть, да Но говорит, что очень приятные впечатления, что есть достопримечательности, как Бендерская крепость, есть достопримечательности, как виноконьячные заводы, другие индустриальные объекты И есть очень извилистая река Днестр, на которой приятно отдыхать летом, то есть вот такие есть моменты И это отсылает потенциальных путешественников посетить нас, которые приезжают своими глазами посмотреть, правда это или нет И уезжают отсюда со своим выводом, и, как правило, он другой Они видят, что здесь по-другому, что здесь все ярче, светлее и теплее, чем они видели или предполагали, чем их предупреждали В том числе официальные органы государственной власти, либо представительства, дип-представительства тех стран, к которым они относятся, которые тоже часто не всегда рекомендуют, либо с осторожностью рекомендуют посещать Приднестровье Валентина, вы видели трейлер? К сожалению, нет, но я много чего слышала про это дело Ага, ну наверняка слышали, что этот фильм позиционируется как документальный, что он взял два приза на Европейском фестивале Ну вот мое мнение лично, что здесь немножко использовался образ вот этих вот не совсем благополучных детей И это всегда, вот когда давят на жалость, это всегда жюри нравится То, что вызывает слезу, это, как правило, победа Безусловно Да, то, что дает эмоцию Вот вы на радио часто используете такие трюки Вот, например, все голос сегодня Не могу говорить, вот скажем ли мы, а в эфир все равно надо выходить Скажем ли мы зрителю, радиослушателю, стоп Привычка О том, как нам сегодня плохо В зависимости от того, какой у тебя эфир Ведь если это развлекавка какая-то, да, если это линейный эфир Это просто выходы ведущего между песнями Ты вполне можешь обыграть эту ситуацию Как-то сказать, ну, что-нибудь там интересное Обыграть ситуацию всегда можно Если же это серьезные эфиры, у тебя гости директора-министры А у тебя действительно проблемы с голосом То это, конечно, просто замена Потому что это неуважение, по сути, к слушателю Это серьезная тема, а твой голос, твои кашления могут отвлекать от темы Поэтому само собой А по поводу режиссера надо, наверное, понимать, что Если человек едет с определенной мыслью То он в любом случае, даже в самой успешной стране Найдет то, что он хочет Снимет то, что он хочет Поэтому, мне кажется, нам не стоит акцентировать внимание на подобных фильмах Безусловно, они формируют какую-то картину у людей в Европе и вообще Но я думаю, нам упор нужно делать на другое все-таки Развивать наш туризм внутренний И здесь подходить к этому немножечко, что ли, более с новой, обновленной стороны Недавно к нам приезжал российский журналист Алексей Егоров Работает на телеканале «Звезда» Автор документального фильма «Суворов. Штурм. Измаила» Кстати, на Первом Приднестровском мы показывали этот фильм И на телеканале «Звезда» он проходил После съемок он сказал Цитата, вот прям хочется зачитать В ходе работы над проектом мы просто влюбились в Приднестровье И вместо одного фильма попутно отсняли еще два проекта О российских миротворцах и республике и ее людях Мы часто недооцениваем русский мир Ну вот так вот выразил Алексей Егоров, да, свое отношение к Приднестровью После того, как здесь побывал Татьяна, «Штурм. Измаила» снимали в Бендерской крепости в том числе Неужели вот такая аура в этом месте, что каждый, кто приезжает Считает своим долгом посетить И посетить, и влюбляются И вот создается вот хорошее впечатление о всей республике в целом Это аура, это место влияет? Да, я думаю, в том числе и наше отношение к сохранению нашей культуры, истории, объектов, имеющих особую культурную ценность И это видно, и те люди, которые приезжают, они действительно удивляются, что сохранилась такая большая жемчужина, достопримечательность И что к ней так бережно относятся все, от мала до велика Но нам бы, конечно, хотелось, чтобы сняли аналогичный фильм, но не произмоила про Бендерскую крепость И больше в том числе наши объекты туристические продвигали Но с этого в том числе начинается То есть они приехали, увидели, расскажут своим коллегам Будут какие-то рекомендации потом, и можно будет приехать и снимать уже о ролях личностей, ярких личностей и яркой истории Бендерской крепости Но у нас все впереди Да Все, Алексею Егорову над следующей темой думать не придется, вот она, готовая Но я хочу сказать, что в том числе у нас в прошлом году осенью приезжала группа датского телевидения И они снимали что-то типа передачи туристического характера И по аналогии с известными нам передачами про путешествия Снимали про Приднестровье в течение двух дней Получали наши рекомендации Были сопровождены нашим приднестровским гидом И мы ждем, когда будет этот ролик, эта передача Мы надеемся, что он выйдет И есть прецеденты, когда снимают с такой приветливой, доброй стороны, с яркой стороны Мы надеемся, что так и будет И это вызовет интерес потом для посещения будущих туристов Ну вот видите, кому что надо, у кого какая цель стоит У кого стоит цель получить приз, может быть, мы не можем говорить за режиссера из Швеции У кого стоит цель отснять хороший исторический документальный фильм Рассказать какую-то историю, показать вообще жизнь здесь, как живут в других странах Не однобоко, а со всех сторон Потому что мы понимаем, что есть и положительные стороны в любом государстве Есть и негативные моменты, над которыми надо работать, которые надо исправлять Ну фильмы — это то, что больше в кадре, там мы говорим А радио — это все-таки вне кадра Вот мне всегда было интересно, Валентина Вот у меня такое ощущение, что вам лишь бы эфир шел Вы говорите, говорите, говорите А в это время в одной руке чашка чая, а в другой можете сапог застегивать Вот как это на самом деле? Что происходит? Так и происходит Да, на самом деле, если это прямой эфир, опять же, все зависит от варианта эфира Если это какой-то очень серьезный эфир, то никаких сапогов и чая, водичка, гости — все в порядке Если это больше в развлекательный вариант идет, то само собой, во-первых, если ты эфиришь три часа, тебе в любом случае как минимум две чашки чай и кофе надо выпить, потому что голос устает, естественно Вот, варианты, да, где-то рукой, кстати, это, конечно, приходит с опытом, но, опять же, ты можешь пододвинуть микрофон, в телефоне быстренько скручиваешь что-то, что тебе нужно Чашку пододвинул к себе, оператору что-то машешь обязательно, потому что нужно координироваться И все, это все приходит с опытом Но, тем не менее, радиослушатель вас любит Надеюсь Как вам удается вот влюбить его в себя? Вот если бы он знал, чем вы там занимаетесь, как вы думаете, прошла бы эта любовь? У нас вообще-то камера там висела, можно было смотреть одно время Не, да почему прошла? Мы же, главное, то, что ты выдаешь в эфир Если ты можешь двумя руками застегивать сапоги и что-то еще делать, и при этом выдавать нормальную, адекватную информацию в эфир, то, пожалуйста, это твои личные проблемы Ну вот, а как удается? Я думаю, что дело в том, чтобы, главное, чтобы у ведущего была какая-то харизма, было обаяние Если это есть, голос, конечно, тоже важен Если все это вкупе есть, то, а как подруга? Обязательно, конечно, мозги тоже должны быть на месте, прямо скажем Потому что, если ты ни о чем, то ты ни о чем не будешь, раз ты должен быть интересным человеком Если ты интересный, то тебе интересно слушать Афьяна, а как привлекать, как влюблять в Приднестровье? Вы, когда наши гости иностранные приезжают, да, они едут к вам в агентство Секреты ваши какие? Чтобы они не ушли в другое туристическое агентство Я думаю, что секрет прост Просто нужно любить свою страну и быть патриотом, и любить, искренне любить И желать самому путешествовать, открывать новые места И тем самым передавать это отношение тем людям, которые приезжают Кроме того, безусловно, мы, например, в нашем центре, в нашей организации Каждого входящего, вне зависимости от того, турист или наши коллеги, друзья Встречаем с улыбкой, особенно туристов И они очень рады, когда их приветливо встречают И когда, тем более, они слышат, что им отвечают на иностранном языке И степень их доверия еще выше становится И они очень счастливы С кем бы мы не встречались, с кем бы не приходилось работать Нужно доброжелательно относиться Потому что ты не всегда знаешь, кто перед тобой Простой турист или блогер, журналист или исследователь В общем, коммуникации — это наше все И радищики, я думаю, что в этом превзошли всех Валентина, по 3-4 часа в эфире неустанно говорить Как это вообще возможно? Откуда вы берете слова? Слова, опять же, рождаются со временем Неустанно — это неправда Ну, пока ты в эфире находишься, тебе здорово, ты на драйве, тебе весело Тебе само весело, чтобы было кому-то Как только ты выходишь из эфира, я могу сказать, полчаса — и все, и тебя не спрос Ты очень устал, ты все, ты как тряпочка Ты сидишь, ты уже где-то чаек попиваешь, смотришь в компьютер Но вот эти 2-3 часа прямого эфира, они, конечно, дают Концентрация, да, на протяжении длительного времени 1930-й год, диктор радио BBC объявляет о том, что новостей нет сегодня И включают фортепианную музыку Сейчас такое возможно? Если бы да было такое, вот как бы, что бы включили вы? Ой, ну это такой вопрос У меня, кстати, в программе, такая небольшая рекламка дневной терапии Есть рубрика «В конце эфира» — трек на век И там включаешь песню, которая актуальна или которая тебе... Она далеко не всегда по формату идет Вот, и там хорошая музыка На самом деле нет, варианта того, что новостей нет, сейчас невозможен Потому что слишком много новостей 30-е годы, прошло века, это были все-таки 30-е годы, да? Я думаю, что он все-таки слукавил, что не было новостей Просто мне хотелось включить песню И, как мне кажется, практически любому ведущему на радио Хочется включить свою песню, но есть формат Поэтому мы ищем лазейки Вот таким вот образом Мы сейчас затронули тему новостей Татьяна, как вам кажется, вот только ли положительные новости Создают имидж Приднестровья? Только ли хорошие новости должны быть в эфир? Нет, я думаю, что в том числе и негативные Это есть негативный маркетинг или отрицательный маркетинг В любом случае это то, что цепляет Еще раз повторяю мысль о том, что на каждую новость есть свой кипец, свой клиент Ну, и мы подошли к главному вопросу дня Отвечать, наверное, на него будет Валентина, да? Да Нет, Валентина, выбора нет По условиям программы у вас 30 секунд на ответ Готовы? Вы меня пугаете, давайте Все будет хорошо Кино, радио, телевидение Все это один из способов создания имиджа страны В том числе положительного Способ привлечь, скажем так, побольше гостей Сделать такую рекламу, пиар Больше туристов, бизнесменов Есть стереотипы о Приднестровье, которые создаются за счет иностранных гостей На ваш взгляд, как разбить стереотипы о Приднестровье? Время пошло, напоминаем на ответ 30 секунд Я думаю, что основное это все-таки совершенно иной подход К большому сожалению, у нас во многом, не только к туризму, относятся люди Скажем так, советский взгляд на все эти дела Если мы немножечко поменяем Я не говорю, что это плохо Нужно немножечко просто обновляться И как только мы поймем, как это работает по-другому Как только мы начнем брать пример из других государств в этом плане Как только мы поймем, что можно действовать по-другому И начнем это делать, у нас все по-другому будет То есть, мне кажется, это не только кино, например, продвижение Ведь люди проплачивают статьи в разных тревел-журналах и так далее Пять стран, куда можно поехать на 14 февраля или летом Но почему бы не проплатить это статью по Приднестровью? Это как вариант просто То есть, я считаю, что основной это другой подход Это простраивание путей То есть, например, у вас есть вариант советский путь по Приднестровью То есть, приехал, например, какое-то обновление по Приднестровью То есть, простраивание путей туристических, другой подход и продвижение Приднестровья немножечко в разных, так сказать, вариациях. Я думаю, что с ними надо научиться просто грамотно работать, грамотно обыгрывать и, возможно, переворачивать это в свою сторону. Потому что, например, очень известный стереотип, штамп, я бы сказала, который сейчас мы часто видим в публикациях иностранцев, которые говорят, что Приднестровье уникальная страна, непризнанная и так далее, которой по факту нет. Мы обыгрываем этот стереотип, туроператоры обыгрывают этот стереотип и говорят, приезжайте, посетите страну, которой нет, и удивитесь от того, что она есть, увидите своими глазами. Ну что ж, не ломали стереотипы о Приднестровье, а обыгрывали их сегодня мы, Ольга Гаврилова и Лидия Солкуцан, и наши гости, ведущая радио 1 Валентина Демидова и председатель агентства регионального развития Приднестровья Татьяна Яськова. Наши спортсмены тоже заявляют о республике, о рекордах приднестровских легкоатлетов, которые не побиты до сих пор, а также о медалях наших хикбоксеров на международном ринге в программе «Спорт-ревью». Прямо сейчас с ней переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин